Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о вещах, которые не выйдут из моды. Я сделала вам большую подборку, дофига так-то пунктов у нас сегодня, так что видео будет чуть более объемным, чем у нас обычно с вами бывают. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. Очень жду вашей подписчики. Если вы смотрите без подписки, обязательно подписывайтесь. Мы сегодня с вами поговорим про вещи, так сказать, для базового гардероба, которые вы можете купить для себя, если вы еще не составили свою базу. Здесь у нас будут разнообразные абсолютно вещички, так что оставайтесь и давайте начнем. Итак, первое у нас-то, конечно же, рубашки, но я здесь не буду говорить о том, что белая рубашка обязательно вам нужна. Мы с вами на цветах внимания акцентировать в этом видео вообще не будем. Почему? Потому что не каждому в гардеробе нужна белая конкретно рубашка. Кому-то нужна красная, кому-то желтая, кому-то голубая, там, пыльно-розовая и так далее. То есть здесь все зависит от того, какую цветовую гамму вы обычно носите, какой цвет вам подходит к лицу и так далее. Поэтому мы не заостряем внимание на цветах, это вообще не имеет никакого значения для того, чтобы собрать базу. Здесь нужно просто смотреть на общую палитру гардероба. Итак, рубашки. На что нужно обращать внимание для того, чтобы рубашка считалась базовой и такой, которая действительно никогда уже не выйдет из моды? Это обязательно рубашка прямого кроя. Она оверсайзная, она вас не облегает, она не приталенная, она без каких-либо деталей и так далее. То есть это простая по крою классическая рубашка, она может быть как с кармашком на груди, так и без него. Здесь тоже это большого значения не имеет. Важно, чтобы она сидела на вас свободно. И большинство вещей, о которых мы сегодня с вами будем говорить, они имеют значение только тогда, когда неправильного силуэта. На силуэты мы с вами обращаем внимание в первую очередь, а потом уже на цвет, на декор и на все остальное. Сначала у нас идет крой силуэта, потом уже Ариана Гранде и все остальные. Так что вот про рубашки мы с вами говорим в общем, что это должна быть оверсайзная рубашка. Она может быть как более оверсайзная, так и менее. Например, вот такой вариант. Он считается более классическим, таким более строгим, сдержанным. А этот вариант вот такой более гранжовый, более расслабленный. Но и ту, и другую рубашку можно иметь в базовом гардеробе, и они никогда, собственно, не выйдут из моды. Сюда же еще мы можем отнести рубашки в клетку. Вот те самые гранжовенькие рубашечки в клетку. Тоже на цвет здесь не обращаем внимания. Они могут быть как красную клетку, синюю, зеленую, абсолютно не важно. Просто сама суть вот этой рубашки, с которой можно создать вам расслабленный образ, это очень важно. Следующее, это, конечно же, тельняшки. Для базового гардероба тельняшка, ну, классическая черная полоска, да, на белом фоне. Это то, что сделает ваш образ как более таким спортивным когда-то, так более романтичным, например. То есть она имеет множество вариантов сочетания, несмотря на то, что она с принтом. И горизонтальный принт не полнит. Это тоже нужно понимать. Полнит только неправильная стилизация вещей и неправильная их комбинация. Когда у вас вещи подобраны не под вашу фигуру, например. Кстати, мы об этом говорим на курсе, на моем подробно. Следите за новостями. У нас будет набор на пятый поток в скором времени. Собственно, сам принт не полнит. Этого не бойтесь. В правильной комбинации, например, при наличии дополнительных вертикалей каких-то видежек, это кардиганы и так далее, ничего вас не будет полнить. И если хороший силуэт, подобранный по вашей фигуре, то все будет окей. Тельняшки я рекомендую брать для базового гардероба либо лонги, либо футболки. Тоже смотрим, чтобы они сидели свободно. Если вы хотите, чтобы они имели большее количество сочетаний с другими вещами в вашем гардеробе. Потому что облегающие лонги сейчас тоже в тренде. Но пока что это такой тренд, который в целом может зайти в базу, но имеет ограниченное количество сочетаний. Потому что все-таки лонг оверсайзный вы можете и заправить, и носить на выпуск, и носить с большим количеством вещей разных силуэтов. В отличие от облегающих. Поэтому здесь мы говорим про такие супер универсальные штуки. И это краски лонги, тельняшки и футболки. Следующее для базового гардероба, что уже очень себя зарекомендовало за последние лет 5 точно. И я думаю, из моды это уже никогда не выйдет. Это свитеры с горлом, которые застегиваются на молнию. То есть такие вот дедовские свитерочки с молнией на горле. Почему рекомендую такой именно свитер, а не просто свитер с горлом стойкой? Потому что свитер с горлом стойка, это не всегда удобно. В нем жарко в помещении, это горло никуда никак не убрать. На улице комфортно, клево, можно закутаться по уши в эту стойку. Но вот в помещении иногда не совсем комфортно. В то время как здесь вы получаете и стойку, да. И при этом вы можете расстегнуть помещение, немножечко освободиться. И будет не так жарко где-либо находиться. Поэтому я думаю, что вот такая вещь, она более универсальная. И здесь тоже на силуэт обращаем внимание. Oversize, чтобы ничего нигде вас не облегало. И так видите, мы с вами обращаем внимание по большей части на силуэты. Потому что это самое важное. Это такая деталь в современной одежде, которую невозможно игнорировать. Если силуэт не современный, то какой бы там не была клевой по декору эта вещь, или какой бы классный у нее цвет был, она не будет смотреться хорошо. И поэтому для таких вот определенных категорий вещей нужен более свободный крой. Следующее, что никогда не выйдет из моды уже 100%, это лонгсливы, свитшоты и худи. Кому что удобнее? Я знаю, что кому-то удобнее худи, чтобы всегда был капюшон, чтобы можно было его использовать по назначению. Кому-то удобнее без капюшона. Выбирайте, что комфортнее. В целом, худи и свитшот, они имеют похожее назначение. И вообще это практически две одинаковые вещи. Просто одна из них без капюшона. Здесь я бы хотела обратить ваше внимание, что худи и свитшот должны быть прям oversize. Вот прям вообще нигде не облегать. Особенно на бедрах, чтобы резинка худи внизу бедра не облегала. Иначе будет создаваться пузырь над резинкой и портить вашу фигуру. Про лонгсливы, если говорить, то здесь мы обратим внимание на хлопковые лонгсливы. Не толстые, которые вы можете носить как под свитеры, вторым слоем, например, зимой, так и как самостоятельную вещь в любое другое время года. Цвет тоже не имеет значения. Вот что вам больше нравится, что вы чаще носите, какая у вас общая цветовая палитра вашего гардероба, такой цвет выбирайте. Мы здесь не говорим о том, что только черные худи или белые худи или лонгсливы, это абсолютно не важно. Цвет значения никакого не имеет в базовом гардеробе, потому что базовый гардероб у каждого разный. Кому-то вообще, может, худи не нужно. Кто-то может предпочитать носить, я не знаю, кардиганы, о которых мы тоже с вами поговорим. Следующее, что никогда не выйдет из моды, это кардиган. Кардиган с V-образным вырезом на пуговках тоже, вы не поверите, свободного кроя. Такой свободненький, на вас сидит неплотно. Резинка внизу попу не облегает. Если же вы хотите, чтобы кардиган был более облегающим, да, то он тогда не должен быть длинным. Как, например, вот такие кардиганы, которые тоже из моды не выйдут, считаются базой, о каких мы сейчас говорим. Поэтому здесь нужно смотреть правильно, чтобы резинка внизу кардигана, он немножко так заужается, да, книзу, чтобы на попе, опять же, не облегал. Иначе будет пузырь сзади на попе и спереди на животе. Это важно. И еще один кардиган, который я могу посоветовать для базы, точно уже его можно стилизовать по-разному, он не выйдет из моды, это облегающий кардиган. Тоненький, с тонкого трикотажа. Но его рекомендую по большей части носить заправленным, как водолазку или как какой-то облегающий лонг. Он имеет меньше вариаций сочетания, чем оверсайзный кардиган с V-образным вырезом, потому что его как второй слой практически никогда нельзя использовать, потому что он очень тонкий. И любой слой под ним будет видеть, потому что он еще и облегающий. Но как самостоятельную вещь в виде какого-то джимперочка вполне можно для тех, кто любит минимализм, подойдет. Ну и сюда же еще можно отнести кардиган в полоску, черно-белый. Такой кардиган-тельняшка, укороченный. Он полуприлегающий, то есть он не супер оверсайзный, но при этом он и не прилегает, как вот предыдущий, который мы обсуждали. Он укороченный, при этом сидит хорошо и создает такое романтичное настроение в вашем образе, такое слегка винтажное и более классическое. Поэтому для тех, кто любит такую эстетику, рекомендую. Следующее, это белая майка-алкоголичка, ну либо какой-то кроп-топ белый, тоже вот такой вот облегающий. Майка-алкоголичка облегающая, топ-кроп белый, облегающий. Почему я говорю именно белый? Хотя мы с вами уточняли, что цвет не имеет значения, потому что сама по себе концепция этой вещи очень популярна в последние несколько лет, и себя зарекомендовали образы именно с ней. То есть вот это простая майка, простые широкие джинсы, какие-то акцентные аксессуары в виде украшения, очков, и ваш образ готов. Хотя в нем нет абсолютно ничего, казалось бы, сложного, либо привлекающего внимания, но здесь идет игра на силуэтах. Вот эта облегающая белая майка супер простая, она берет своей простотой. И какие-нибудь широкие джинсы, широкий низ с такой майкой лучше всего надевать с облегающей. И, казалось бы, несовместимость с ней аксессуары по настроению, какие-то там крупные украшения, элегантные очки, сумка и так далее. Вот в такой комбинации эта майка будет очень клево смотреться и делать ваш образ более выигрышным, поэтому я рекомендую именно ее. Далее, топ-бандо. Здесь много говорить не будем, это просто такая базовая вещица, которую мы носим вторым слоем. Под что-то. Ну, например, под кардиган, под жакет, под жилетку там, ну под что бы то ни было. Заострять внимание не буду, нечего о нем сказать, просто микротопик, который будет работать как первый слой. Следующее, это трикотажное бодиполо. Я рекомендую из боди для базы, именно если вы еще не собрали хорошую базу, именно трикотажное поло боди, потому что оно более универсальное. Оно может хорошо работать как в образах типа спортшика, кэжуала какого-то, так и в более элегантном минимализме, так и в олдмане его можно хорошо вписать, это бодиполо. Поэтому оно такое универсальное и комфортное, особенно если из хлопка, его можно будет носить как летом, так и зимой, оно может быть с длинным рукавом, а может быть с коротким, как футболка. Оно всегда облегающее, прям по фигуре сидит хорошо, но за счет того, что идет из плотного трикотажа, недостатки фигуры не подчеркиваются. Поэтому считаю эту вещь супер универсальной, подходящей многим людям, правильной стилизации с низом, с каким-то вторым слоем, например, на любую фигуру можно такое боди надеть, и все будет прекрасно. Далее, жакет маскулинный в мужском стиле, с подплечниками, оверсайзный. И здесь он может быть как из костюмной ткани, как типичный костюмный жакет, так и из кожи. Потому что многие считают, что если за жакет, то это обязательно вот просто костюмный какой-то серый жакет, условно, либо черный. Но жакет не обязательно должен быть, вот знаете, в общем таком понимании, вот прям скучным, уже всем надоевшим, да? Он может быть кожаным, условно, и при этом он не обязательно тоже должен быть черным, либо коричневым. Он может быть из какой-то потертой винтажной кожи, либо он может быть цветным, условно, скажем. И при этом он тоже будет работать в вашем базовом гардеробе. Почему? Потому что сама суть вещи не меняется. Концепция ее остается такой, что это жакет, который сочетается со всеми вещами на сегодняшний день. И с кедами, и с кроссовками, и с туфлями, и с босоножками, и с сапогами, и с чем бы то ни было, и с юбками, и с платьями, и с брюками. То есть концепция вещей не меняется, мы просто можем слегка разнообразить свой базовый гардероб, если у вас уже есть, например, классический жакет в мужском стиле, а взять что-то более такое оригинальное. Вот, как я уже сказала, например, из потертой винтажной кожи, из цветной кожи, либо просто из кожи, чтобы хотя бы фактуры вы в гардеробе могли разнообразить. Но, тем не менее, подобные жакеты уже из моды никогда не выйдут. Следующий у нас это костюм в полоску, в контрастную полоску. Чаще всего это серый, там, например, в белую какую-то тонкую полоску, либо синий в белую. Ну, это более-менее такие популярные модели, или черный, например, да, тоже какую-то контрастную тонкую полоску. Костюм родом из 90-х, и так как 90-е у нас из моды не выходят вообще никогда, с тех пор, как 2000-е агрессивные сменили их, только их части вернулись в моду, 90-е вернулись к нам в моду полностью, и сейчас считаются базой, поэтому элементы и гардероба из 90-х это всегда база. Так вот, такой костюм, он может носиться как костюм, так и по отдельности вы сможете носить эти брюки и этот жакет. Вы всегда сможете создавать с ними разное настроение. Единственное, что здесь, опять же, смотрите на то, чтобы силуэт был оверсайзен, что брюки были широкие, что брюки были полной длины, они были в пол. И это важно для того, чтобы такой костюм смотрелся современно и интересно. Далее у нас, конечно же, брюки палаца. Тоже долго на этом останавливаться не будем, вы все их знаете. Они могут быть защипами, они могут быть со стрелками, они могут быть вообще без каких-либо вот этих дополнительных элементов и деталей. Это все не обязательно, просто концепция брюк широких в пол всегда актуальна. И я искренне убеждена, что эти брюки подходят практически под каждую фигуру, потому что такими брюками можно как расширить бедра, если вам нужно, например, с помощью защипов, да, каких-то карманов условных, да, если они присутствуют по бокам, можно расширить бедра, сузить талию. Так и можно скрыть, например, лишний объем в бедрах, когда вы надеваете такие брюки, они сглаживают вашу фигуру. И если вы, например, наверх еще там надеваете что-то тоже пообъемнее в виде каких-нибудь там рукавов, фонариков или что-то такое, вы можете клево сузить талию и нивелировать, например, объем бедер, если хотите. То есть такие брюки, они подходят под любую фигуру, на любой фигуре выглядят очень выигрышно. Следующее, брюки-бананы. Это брюки, которые в бедрах достаточно широкие, а к низу они зауженные. И когда вы подбираете брюки-бананы, очень важно смотреть на их длину. Вот я сейчас здесь прям хочу заострить ваше внимание, потому что современные классные брюки-бананы, которые никогда не выйдут из моды, должны быть правильной длины. Эта длина должна быть по щиколотку. Не выше щиколотки, как вот здесь, например, да? Не ниже щиколотки, как вот здесь, что они собираются гармошкой внизу. Они должны быть четко по щиколотку. В такой длине они легко смогут сочетаться с обувью разной высоты тоже. Например, с высокими ботинками или же с короткими кедами. Или, например, с туфлями и босоножками. То есть эта длина оптимальная, универсальная, и такие брюки сидят лучше всего. Никаких гармошек, никаких заломов внизу. Все сидит просто замечательно. Поэтому рекомендую обращать внимание на длину, когда выбираете брюки-бананы. Единственное, что брюки-бананы, возможно, подойдут не каждому типу фигуры, потому что они достаточно объемные в бедрах. И для тех, кто не хочет еще сильнее увеличить свои бедра, я бы рекомендовала лучше выбирать брюки прямые, либо брюки широкие, нежели бананы. Потому что бананы, они прям акцентируют внимание на бедрах. А вот для тех, кто хочет увеличить объем бедер, сузить талию, например, у вас фигура прямоугольник, такие брюки для вас отлично подойдут. Джинсы. Джинсы на все времена. Это джинсы скини. Скини никуда из моды не уходили. Они у нас никуда не пропадали. Просто изменилась стилизация этих джинсов. Сейчас мы скини носим по большей части с объемным верхом. Это все, что нужно знать про современные скини, джинсы и способы их ношения, так скажем. Но скини все еще носим. Неважно даже, какого цвета. Главное, чтобы скини были без каких-то потертостей, выбеленностей. Потому что такие скини действительно могут смотреться не совсем современно. Вот однотонные скини – это прям конфетка на все времена. Далее. Это у нас, конечно же, широкие джинсы. Это просто джинсы-клеш от бедра. И все. Тоже подходит, как и палац, многим типам фигур. Ну и, конечно же, прямые классические джинсы. Когда берете прямые джинсы, опять же, обращайте внимание на длину. Вот если, например, скини должны быть по щиколотку обязательно, иначе опять будет гармошка странная внизу у вас образовывается. Также, например, джинсы широкие, должны быть полной длины, как палаца в пол. То вот прямые джинсы я рекомендую брать, опять же, по щиколотку. Как скини, как брюки-бананы. Вот это оптимальная длина для прямых джинсов, потому что если они длиннее, они, опять же, могут образовывать гармошку внизу. Если же они супер короткие, они могут некрасиво расширять ногу там, где не нужно. Поэтому длина – это тоже очень важно для базового гардероба. Следующее. Джогеры и треники. Треники – это, опять же, широкие, просто спортивные штаны. На резинке. Они могут, кстати, еще быть из вязаного трикотажа. А вот джогеры из вязаного трикотажа я бы брать не советовала, потому что они чаще идут какие-то облегающие, у них вытягиваются коленки, и они абсолютно не универсальные в таком варианте. В то время как треники более универсальны, потому что они могут работать как брюки-палаца в данном случае. Джогеры советую брать объемные, чтобы они сидели суперсвободно, чтобы между вашими ногами и этими джогерами было достаточное пространство. Ну, посмотрите, например, вот эти не берем, вот эти берем. То есть такие прям оверсайзные брючки с штанишки на резиночке внизу. Тоже для тех, кто ведет какой-то, ну, достаточно активный образ жизни, возможно, вот эти две вещи станут прям базой в гардеробе. Ну, я тоже могу сказать, что вот такая околоспортивная городская одежда на себя зарекомендовала за последние, там, 3-4 года, и мы действительно сейчас-то считаем базой в гардеробе, хотя вот до ковида такого не было. Никто масса вот эти спортивные костюмы как базу не носил, но сейчас это действительно современная база и такая, ну, классика городского стиля. Следующий — это облегающий костюмный жилет. Вот костюмный жилет может быть облегающим. Это жилетка от костюма «Тройка», когда есть жакет, жилет и брюки. Вы, опять же, можете носить этот жилет отдельно, так и в виде костюма можете носить, но я хочу конкретно остановиться именно на жилете. Почему? Потому что это тоже универсальная вещь, с помощью которой вы можете создавать огромное количество образов. Вы такой жилет можете носить как топ, вы такой жилет можете носить как второй слой на какую-то водолазку, футболку, рубашку, блузу и так далее. И можете сочетать его с юбками, и можете сочетать его с брюками и с джинсами, и создавать разные настроения, более casual, может быть, old money, может быть, вы захотите попробовать, я не знаю, какую-то другую эстетику, например, минимализм. С таким жилетом можно много чего придумать, и в какой-то спортшик он тоже хорошо впишется. Так что универсальная вещица, которая, опять же, сочетается абсолютно со всем. Ну и жилет трикотажный, конечно же. Должен быть оверсайзным. И важная деталь. Мы говорили сегодня о ней не раз. Он не должен облегать ваши бедра. То есть, когда вы надеваете такой жилет, вы думаете, вроде бы сидит хорошо сверху, но что-то не то. Вот это внизу манжетка, резинка, облегает бедра, опять пузыри над резинкой, и сзади, и спереди. Не должен жилет облегать ваши бедра. А когда это не предполагается, когда он целым прямого кроя, какого-то оверсайзного, он не должен внизу облегать, значит, берите на размер больше, чтобы не облегало. Потому что, когда облегает, это выглядит, ну, вообще не концептуально, не стильно и портит фигуру. Следующая в нашем списке – это юбка мини-трапеция. Она может быть на запахе, она может быть с небольшой асимметрией. Ну, например, там, пуговицы чуть ниже застегиваются в каких-то моментах, да. Может быть, присутствуют какие-то элементы декора. Эта юбка может быть вполне обычной, без каких-либо деталей, асимметрии, декора и всего остального, а может быть, и такой тоже будет считаться базовой. Кто любит поинтереснее, для вас тоже есть варианты, как вы можете заметить. Но сама концепция вот этой юбки-трапеции – это то, что никогда не выйдет из моды. Далее – это джинсовая юбка Макси. Я думаю, вы тоже уже поняли, что она, по сути, заменяет джинсы. То есть, юбка Макси из денима – это та вещь, которая сочетается с другими вещами точно так же, как джинсы. Вообще никаких отличий нет. Свиности джинсы на повседневной основе, да, там, не знаю, может быть, с кардиганами, может быть, с худи, может быть, я не знаю, с топами, с рубашками, с туфлями, а может быть, с кедами. Джинсовая юбка длины Макси имеет все те же сочетания. Просто вносит элегантности немного в ваш гардероб и разнообразие. И можно с ней поиграть, по настроению сделать образы более женственными с юбкой, а можно сделать более спортивными. То есть, подумайте над покупкой джинсовой юбки Макси. Следующая – это прямая классическая юбка длины миди. Это юбка ниже колена. Почему я не рекомендую Макси в данном случае? Потому что классическая прямая юбка Макси подойдет не всем. Потому что, ну, джинсы – это более повседневный вариант, и джинсовая юбка Макси – такой же повседневный вариант. А вот данные юбки классические носят чаще в офис, на работу. Я думаю, что слабо можно кого-либо представить в офисе в юбке Макси. Поэтому вот юбка длины миди прямого кроя будет оптимальной. Она может быть из костюмной ткани, может быть из шерсти, может быть трикотажная такая юбка. И последняя – это юбка на запах. Это тоже юбка длины миди. Она может быть длины Макси в каких-то моментах. Но сама ее специфика – это на запах. То есть, вы берете вот так вот тыньк и завязали, например, сбоку ее. Или она застегивается на пуговки на запах и подойдет для тех, кто хочет скрыть, например, проблемы в области живота, какие-то нюансы фигуры. Может быть, скорректировать бедра. Ну и вообще, для коррекции фигуры юбка на запах очень хорошо подходит, потому что, опять же, сглаживает силуэт. Следующее – это твидовый юбочный костюм. Когда у нас есть твидовый жакетик, полуприлегающий, укороченный, и твидовая юбка мини, вот трапеция. Этот костюм очень классический. С ним экспериментов не построишь много. То есть, с ним как бы в кедах не пойдешь, потому что он слишком винтажный, слишком классический. Настроение абсолютно-абсолютно другое. Но это все еще базовая позиция. Это все еще классика. С такими юбочными костюмами мы можем носить, например, рубашки, водолазки, топы. Из обуви мы можем носить челси, мужские ботинки типа броги, дерби и так далее, туфли, босоножки, сапоги. То есть, здесь для тех, кто хочет больше женственности, для тех, кто любит более элегантные образы, твидовый классический костюм это прям легенда. И он точно никогда не выйдет из моды. По силуэту он полуприлегающий. То есть, вот верх, который вы надеваете, это чаще всего какой-то укороченный жакет и юбка-трапеция. Собственно, полуприлегающий верх и облегающая юбка. Следующее это платье-свитер длины миди. Абсолютно никак не облегающее. Это прямое платье-свитер. Оверсайзное. Вы можете его, если хотите, как-то обозначить талию, просто подпоясать ремешком. Если хотите создать более такое легкое настроение, более повседневное, то можно без ремешка его там надеть с сапогами, с кедами, с ботинками. А для более элегантного настроения ремешок, туфли там, например, я не знаю, может быть, ботильоны. То есть, платье универсальное очень и подходит для демисезона и для зимы. Универсальнейшая вещь. Ну и платье-футляр. Без рукавов. Почему? Потому что без рукавов это платье можно носить как второй слой. Например, на какую-то винтажную блузку либо рубашку. Может быть, на водолазку. Это будет выглядеть интересно и более повседневно, например, для офиса. А без нижнего слоя вы можете надеть его на вечер, на выход, добавив какой-нибудь макияж, аккуратную прическу и аксессуары. Покрупнее это платье станет вечерним. Платье-футляр это тоже отличная вещь. Следующее, что не выйдет из моды, это кожаный тренч. Не бойтесь покупать вещи из кожи. Кожа это базовая позиция, что бы то ни было. Кожаные, не знаю, брюки, кожаная рубашка, платье и так далее. Кожаный тренч более универсальный, нежели какие-то тренчи из текстиля, хотя они тоже являются базой, которая никогда из моды не выйдет. Но кожаный тренч, он также сочетается со всеми вещами. Он также может использоваться в каких-то более элегантных деловых образах, но при этом за ним легче ухаживать. Особенно в демисезон. Его можно просто протереть. Его не обязательно постоянно стирать. Причем в любом цвете за ним легко ухаживать. Даже светлый кожаный тренч не требует постоянной стирки. Поэтому рекомендую, потому что практично и удобно. Далее, это пальто. И здесь два варианта есть, которые никогда не выйдут из моды. Это пальто-халат со спущенным рукавом. И это пальто прямого кроя с вточным рукавом. Так вот, пальто-халат, оно более оверсайзное. Оно идет оверсайзного силуэта. Это важно помнить, когда мы покупаем что тренч, что куртку, что пальто. Пальто не должно прям вот, не знаю, облегать вас, сидеть в обливку. Пальто-халат – это оверсайзное пальто. Далее, пальто прямого кроя с вточным рукавом, оно полуприлегающее. Оно не такое оверсайзное. Хотя оно может быть оверсайзное, но тогда плечи будут более маскулинные, более массивные. И это уже такой, знаете, не то что супербазовый вариант, а более подиумный фэшн вариант. Если вы любите такие образы, то для вас это тоже станет базой. Пальто с такими объемными подплечниками. Но если мы говорим про классический вариант, то это полуприлегающее пальто. Оно не сидит на вас вот так вот, что вы не можете двинуться, но при этом оно не гипер-оверсайзное. То есть, ну такое, среднее что-то между вот пальто-халатом и приталенным пальто. Следующая – это дубленка Макси. Тоже себя зарекомендовала. Могу сказать, что из моды не выйдет. Пожалуйста, только берите дубленки без капюшона. С капюшоном вариант не на все времена, и не каждый мод подойдет. Вот, и сложно стилизовать дубленку с капюшоном, потому что настроение сразу такое очень-очень повседневное. Какие-то классические образы дубленку с капюшоном вписать сложно. Поэтому берем дубленку Макси без капюшона и дубленка Авиатор. Ну, про нее вы знаете, заострять внимание здесь тоже не буду. Мы про это много раз говорили. Далее, для базы. Пуховик – крупная стежка. Что такое крупная стежка? Когда вот эти вот блоки прошитые, они достаточно крупные. Такой пуховик выглядит современно за счет объема, потому что он оверсайзный, и крупная стежка еще добавляет. И пуховик может быть как коротким, так и длинным. Если он длинный, то можете подпоясать его условно. Если он короткий, то здесь не обязательно. Короткий – это чуть ниже бедра для базы, чтобы попу чуть-чуть прикрывало. Это комфортно, во-первых, на зиму. Во-вторых, это удобно для стилизации, нежели совсем укороченный пуховик. Длинный пуховик будет чуть более универсальным, конечно же, потому что он будет хорошо сочетаться как с короткими какими-то низами, например, с юбкой мини, так и с длинными, и с брюками, и с джинсами. А вот короткий пуховик с мини зимой носить не стоит, потому что выглядит странно. На вас пуховик и маленькая юбочка, вот эти вот ножички в колготочках, но это не совсем уместно, и не совсем логично в плане зимнего образа. Следующая – шуба. Для шубы я рекомендую, вот что из мода не выйдет, это шуба из гладкого короткого меха с английским воротником, покрою пальто, выглядит она вот таким образом, и шуба из длинного меха, такая более винтажная. И здесь цвет тоже не имеет значения, но, конечно же, я бы рекомендовала выбрать что-то однотонное, нейтральное, если это шуба, потому что все-таки мех – это и так достаточно экстравагантная фактура. Какой-то еще яркий цвет, он может сыграть небазовую роль в вашем гардеробе. А вот если возьмете шубу нейтральную из длинного меха, либо из гладкого короткого, в целом она прослужит вам еще очень-очень долго, и она такая же универсальная, как, например, ну, тоже пальто условное. Далее у нас бини. Это шапка бини. Это вот такого вида шапочка с подворотиком, немножечко вот здесь вот она такая высокая. Она не должна быть полностью облегающей. Это должна быть какая-то вязка покрупнее, шапка не должна сидеть на вас, как носок, быть супер тонкой, вот такого формата из чуть более фактурной вязки. Она будет смотреться хорошо. Для базы прям, ну, совсем она сочетается. Если не знаете, что купить, покупайте ее. Еще рекомендую вещь, которая тоже из моды уже вряд ли выйдет. Это капор. Для тех, кто не любит шапки. Ну, просто удобно, просто комфортно, заменяет и шарф, и шапку. Из моды не выйдет, сочетается со всем. И с дубленкой, и с пуховиком, и с пальто, и с тренчем, вообще со всем. Ну, и прямой классический длинный шарф. Прямой классический длинный шарф это не палантин. Это очень плотная ткань этого шарфа. Мы с вами в каком-то из недавних видео говорили, чем палантины отличаются от шарфов. Палантин это не база. Без палантина легко можно обойтись в жизни, а вот без шарфа действительно холодное время года обойтись сложно. Поэтому я рекомендую длинный прямой классический шарф. Толстый, не тоненький, как платочек. Это очень важно. Если хотите про обувь и аксессуары, прям подробный гид, напишите, я сниму такое видео тоже о такой вот обуви, которая прям, ну, навсегда и совсем отлично будет смотреться. Ну, а на этом все. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если так, то обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И всем пока-пока!